Я в восторге! Честное слово! Посмотрите сколько воды! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И спать пора, и никак не уснуть... И вот сейчас еду в Байдарскую долину. Пока еще это не растаяло, решил запечатлеть, как поется в песне, какова красота, какова красота. Потихонечку еду, но хочу сразу сказать, дорогие друзья, это вот затяжной спуск такой, он, конечно, не сильный, но хочу плюс поставить коммунальным службам. Уже дорога обработана и совершенно не скользко. Совершенно! Специально пробовал, жал на тормоза, машину даже ничуть не таскают. Молодцы, ребята! Вот это подготовка к зиме. Ну, а мы едем с вами на речку Черная. Посмотрим. Два дня подряд то шел дождь, то не шел. Вот этой ночью, говорю, начинался с дождя, потом переходил снег, потом опять в дождь. И я хочу посмотреть, каково наполнение реки Черная, питающей Чернореченское водохранилище. Ну, а сейчас вы смотрите, какая красотища! Добрался я до гидропоста в селе Родниковое. И посмотрите, какие горы в снегу! Первое декабря, дорогие друзья, выпал первый снег. Вот я вам кадры уже показал, когда ехал. И сейчас вот иду к реке Черная посмотреть, как наполнение. Посмотрите, она как шумит, я уже издалека слышу. И вот первый снег. Вот подтверждает природа. Первое декабря, первый день зимы и первый снег. Вот он. Хоть его и немного еще, и он скоро растает, потому что уже температура воздуха плюс один градус. Хотя выезжал еще темно было, и было около нуля. Ой-ой-ой-ой-ой! Речка-то проснулась, дорогие друзья! Посмотрите, после этих осадков река Черная выходит из берегов, можно так сказать. Как мы удачно с вами заехали на Черную. Сейчас я пройду вот здесь, а то там сыроватенько. И вот, смотрите, дорогие друзья. Здесь вот снег уже стаял возле реки. И вот это да! Вот это притоки пошли. Теперь вот все гидрологи начнут считать приток воды в Чернореченская и другие водохранилища. Обратите внимание, вода мутная слегка. Это говорит о том, что поток идет с гор. И идет мощное наполнение Чернореченского водохранилища. Будем теперь ждать. Статистики посчитают, какой приток воды суточный. Давайте на мост поднимемся. Вот это да! Это я не ожидал, если честно. Ну, а с другой стороны, если я сюда приехал, то, естественно, я этого ожидал. Что там лукавить? Посмотрите, дорогие друзья. Я в восторге, честное слово. Посмотрите, сколько воды. Так, пойдем сейчас к измерительному столбу. И там посмотрим, какой сейчас уровень. Последний раз, когда мы были здесь, уровень был на отметке 0 по столбу. Ну, естественно, водичка была, но даже до отметки 1 дециметр не доходило. Вот мы на мостике с вами. Очень впечатляющие виды. Мощным потоком вода идет. Вот и ручей, который можно перешагнуть, как некоторые пишут. Так, вот здесь снежок скельсковато на металлических листах. И вот мы с вами спускаемся. Ну, дорогие друзья. На цифре 7. Подходит даже к 8. Очень впечатляюще. Очень впечатлительные кадры будут. Да, вот это да. Вот это шикардос. Ну, немножко еще здесь. И пойду с моста еще сниму. Как бы не упасть с Кольска. Вон он мост. Это дорога вокруг Чернореченского водохранилища. А вот туда еще пройдем. Там вот, где вода. Из-под камней выходит. Интересно, сейчас тоже там, наверное, в такой ручьи все проснулись. Да, обратите внимание. Вот это да. Куда уже не пройдешь. Вода такого светло-молочного цвета. И вот она выходит. Видите, вот из таких вот ручейков, притоков состоит. Река Черная. Вот еще один. И таких здесь множество. Вот еще. Вот это да. Вот это да. Просто невероятно. Очень красиво. В зимнем лесу. И вот такой мощный поток. Ширина реки сейчас здесь где-то метров 30. 35. Так, иду на мост. Странное дело, почему написано река Узунджа. Видите? Всегда была река Черная. Это вот Родниковая. Это вот этот мой. Видите, какой ветер был. Даже ветки еще не все убрали. И вот я хотел сверху вам показать. Вот такая здесь ситуация. Забор восстановили, между прочим. Ну, опять восстановили и опять он вот собирает все коряги. Да. Не ожидал я, если честно. Я ожидал притока воды, но не ожидал такого. Вот это да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 такая вода куда ее она вот и сейчас вся уходит в море вот эта вода уходит в море посмотрите но мы сейчас потихонечку с вами перемещаться будем на бельбекский гидроузел бельбекский водозабор итак переместились мы с вами на бельбек поднимаем коптер и вы смотрите где вот идет рекультивации какие огромные лужи сколько вот воды выпало снег был как вы видели в начале ролика бельбекская долина вообще вся запорошена красота неимоверная но мы с вами потихонечку подбираемся к каменной накидки где она начинается русло реки бельбек и видим что достаточно мощно течет здесь река но в принципе так и ожидалось мы только что с вами были в верхней садовом и видели все это своими глазами видно что вода такого желтого цвета мутная естественно это потоки воды смывают все на своем пути из гор если учесть что он был дождь потом снег потом опять дождь температура плюсовая не сильно плюсовая но 2-3 градуса на момент съемки раннее утро было все равно вот стоит и вода собирается из гор устремляется вниз ну а сейчас вот мы с вами летим по руслу бельбека к плотине и посмотрим там вот производили очистку русла реки именно непосредственно перед плотиной где было бетонное основание но сейчас как мы видим не крана нет ничего нет и вот интересно успели почистить или вода реки бельбек сама все зачистила здесь потому что такой мощный поток естественно он все это смыл и размыл часть останется вот под плотиной как естественная преграда плотина но часть вот вода пропускной окно с правой стороны мы видим унесет в море так ну а здесь у нас что у нас здесь вот сильный вопрос заслонка задвижка закрыта ну вот если присмотреться совсем немножко по углам поддает водички вот этот переток спуск вода пропускном окне половина сухой но видно что уровень конечно в русле реки поднялся значительно но все равно вот то накопительном бассейне вода была прозрачная видно было но сейчас вот посмотрим будет ли видно его нет а пока все взоры мы свои на на русло реки переходной мост через речку и здесь вот была плотина метр пятьдесят высотой переток через плотину идет водопропускное окно открыто тоже идет но из коряги куда же без них вот принес собой бельбек а так мощным потоком низвергается вода вниз по течению к черному морю отсюда до любимовки где бельбек впадает черное море порядка 7 8 километров ну ближе к восьми наверное километрам и естественных преград нет вода вот уходит но и хорошо с одной стороны хорошо такие мощные потоки они промоют русло хотя с другой стороны еще и нанесут потому что река видите такая мутная еще и принесет с собой иловых отложений сбор но посмотрим когда все это закончится видно будет конечно продолжать зачистку надо было будет вернее в плане то почистите накопительный бассейн собственно говоря сам ну а затем еще и почистить русло реки но я думаю что вот что было на в куче сгребли в куче часть выдали наверх а часть вот водой унесло вот там видно вдалеке за площадкой технологической за часовенькой стоят вот баги в которой непосредственно выдавали грунт с русла реки но и вот мы видим с вами уровень воды и в накопительном бассейне увеличился естественно это вот мы с вами видим по дренажной трубе когда последний раз были между к окончанием трубы и зеркалом воды был зазор примерно в метр сейчас вот дренажная труба в воде хорошо это видно но видимо какой-то переток все-таки через водопропускное окно в бассейн был потому что вода одного цвета и в бассейне и в русле реки естественно делаем вывод что сюда часть воды с бельбека попала как мы знаем с вами я уже неоднократно говорил днепровский водовод сейчас в ремонте концу года должны закончить и отрезок в два километра 200 метров есть у меня видео как вы ремонтирует поэтому воду качать сейчас некуда только вот на сброс в русло реки чтобы почистить но до конца года тоже обещают закончить все очистные работы на бельбеке и восстановить его работоспособность он также будет до 50 тысяч кубов в сутки может давать воды в систему севастополя но естественно такая мутная я не думаю что ее будут брать это ведь дополнительные расходы по очистке воды тем более что с чернореченского идет более-менее хотя вот в начале ролика вы видели реку черную и какая вода идет чернореченское водохранилище один в один такая же вот но ее много зато мощно так идет и напишите вот на ваш взгляд где больше приток воды в бельбеке или в реке черный вот по моим ощущениям в черные немножко побольше но это по моим а как вы думаете на этот счет ну и немножко вот сверху вот хорошо видно что цветность воды что в русле что в накопительном бассейне одинаковая вот такой он бельбекский гидроузел водозабор на сегодняшнее утро 1 декабря приехала всего дальние посмотреть как бельбек здесь выглядит это уже километр вниз по течению от бельбекского водозабора и здесь вот смотрите уже забор сняли очистные сооружения делают но мы сейчас пройдем туда дальше посмотрим с вами для села дальнего делают очистные сооружения новые страж бельбека стоит здесь наш 500 летний дуб может быть и больше и сейчас посмотрим он прям в русле реки находится практически и вот здесь такая ситуация с водой река бельбек дорогие друзья это вот туда бельбекский водозабор где-то километр до него ну что хочу сказать уровень воды конечно намного прибавился здесь до таких потопов когда вода поднималась до этого мостика еще далеко но сам факт что два дня или три дня дождей не прошли даром такая вот ситуация воды много это вода вся в любимовки уходит уходит в море вот так сейчас все здесь выглядит посмотрели мы сегодня с вами два два места две реки река черная вообще там еще больше воды но и бельбек тоже очень много воды на этом буду заканчивать дорогие друзья не забывайте подписываться на канал и будем следить дальше что происходит с реками крымского полуострова жмите колокольчик всего вам хорошего и до новых встреч